Украина перешла на прямые угрозы в российскую сторону. Так, глава дипломатического ведомства Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Россия продолжит двигаться по пути анархии и вражды, его страна предпримет все возможные меры для создания крупных проблем для России. По его словам, они не ждут, а активно действуют. Россия врет и манипулирует, но другой нет, поэтому нужно вести переговоры именно с ней. Кроме того, украинская сторона продолжила проработку возможностей двусторонней встречи президентов Украины и Российской Федерации Владимира Зеленского и Владимира Путина. По мнению украинской стороны, это будет непростой разговор для главы российского государства. По словам главы МИД, цель Украины – установление справедливого мира и деоккупации на Донбассе и в Крыму. Министр заявил, что Зеленский не будет ожидать доброй воли Путина, а будет навязывать свою повестку дня переговоров. По словам Кулебы, переговоры Зеленского с канцлером Германии 22 августа в Киеве придали нормандскому формату новый импульс. После них мы начали новый этап активной дипломатической работы по подготовке к саммиту и хотим провести его с участием канцлера, резюмировал глава МИД Украины. Президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но позиция Киева по Минским договоренностям является препятствием для организации такой встречи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Что ж, Путин готов уже давно, но мы находимся в ситуации, когда работа по реализации Минского пакета мер зашла в тупик, сказал пресс-секретарь президента России. Он дал понять, что этот тупик связан только с позицией Украины, но никоим образом не описал роль России. Украина не хочет уважать минские договоренности. Она хочет заменить минские договоренности чем-то другим, не называя это своими словами, добавил к своим заявлениям представитель президента. Кроме того, он указал на крепшие связи между Турцией и Украиной. Песков подметил, что российская сторона не хочет, чтобы Украина использовала турецкое оружие на Донбассе, ведь могут пострадать невинные люди. Также пресс-секретарь подметил, что несмотря на истерические настроения украинской стороны по поводу газа, никто не собирается ее наказывать именно таким образом. Торговля газом направлена сугубо на улучшение качества жизни самих россиян.